коллеги приветствую вас сегодня очередное интервью мы продолжаем подготовку к 4 онлайн конференции и сегодня мы беседуем с дарьей гуреевой директором компании шугартолк сегодня речь пойдет об автоматизации риэлторского бизнеса здравствуйте коллеги здравствуйте дарья дарья сегодня очень такой сложный и непростой у нас вопрос это компания использует хотя бы какую-то какие-то программы которые позволяют зафиксировать клиентов и выстроить свою работу по вашим данным может быть или ощущениям на этом конгрессе я провела такой опрос на нескольких секциях просила участников поднять руки кто пользуется уже какими-то инструментами для автоматизации бизнеса может быть црм системами может быть настроенными excel таблицами кто использует таблиц или по ней в работе и количество поднятых рук приятно удивило мы подвели итог и некую статистику которая показала показала что сейчас порядка 80 процентов агентств не движет инструменты для автоматизации своих процессов эти цифры очень радуют по сравнению даже с прошлым годом количество использующих новые инструменты возросло порядка на 30 процентов как вы думаете это к чему привело скажем так чтобы явилась причиной такого роста или подъема это от хорошей жизни может быть а наоборот от проблем или но время все-таки берет свое вы знаете однозначно не могу ответить на этот вопрос я думаю что здесь все в комплексе подтолкнуло членов и российских директоров и вообще сообщества недвижимости российского на то что необходимо внедрять в работу какие-то инструменты конечно же кризис так называемый который всегда толкает нас на что-то новое что-то кризис рассматривает как направление возможность для новых каких-то развития каких-то новых использования инструментов новых направлений в деятельности компании кто-то наоборот кризис рассматривает как сужение статуса сотрудников уменьшение объема и так далее также использование новых инструментов связано я думаю что с тем что сейчас клиенты намного требовательные стали на рынке причем в любой отрасли если мы приходим в магазин мы хотим определенного обслуживания сервиса то есть платформы недвижимость отрасли недвижимости и не исключение для того чтобы оказать качественный сервер для клиентов необходимо использовать инструменты для того чтобы можно было подготовить быстро презентацию красочные фотографии по объекту недвижимости для того чтобы лет можно было признать быть днем рождения вот это те сервисы которые требуются нашим клиентам. Поэтому я считаю, что все-таки в комплексе потолкнуло все вместе на такой шаг, как внедрение каких-то CRM решений, либо автоматизированных систем. Хорошо, но мне кажется, что все-таки 80% все-таки вы спрашивали в аудитории, которые приехали на конгресс, а это далеко не все риелторское сообщество, да, и все-таки те, кто пришли конкретно на вот тему автоматизации, то есть это уже люди, скорее всего, которые уже что-то внедрили, возможно, их что-то не устраивает, но тем не менее, эти люди понимают важность этих процессов. Давайте посчитаем, что у нас в стране ну, наверное, порядка там больше 50 тысяч риелторов, это точно, я слышал статистику, около 100 тысяч риелторов, а на конгресс приезжает меньше тысячи. Все-таки это, наверное, это, так скажем, наиболее продвинутые специалисты сферы недвижимости, поэтому здесь статистика все-таки такая очень интересная. Я вспомнила еще случай, тоже был проходил международный форум по недвижимости в Москве, перед конгрессом, и я выступала вместе с Андреем Захаровым на секции, рассказывали про автоматизацию бизнеса, про строение бизнес-процессов в агентствах недвижимости и компаниях-застройщиков. И когда я начала рассказывать про банальные инструменты, которые необходимы в агентстве недвижимости для автоматизации, это CRM-инструменты, из аудитории услышала такой комментарий, что зачем вы рассказываете эти банальные вещи? Неужели у кого-то нет еще CRM-системы? На что я ответила, ну, представляете, что да, действительно, не у всех даже в этой аудитории сейчас слушателей есть CRM-система. Аудитория была поражена, но по окончанию конференции ко мне подходили и спрашивали, просили визитки, чтобы не двигать CRM-систему. То есть, вроде как, с одной стороны, все считают, что это уже банальные вещи, которые есть у всех, но, как практика, показывали, что есть те агентства, которые еще используют CRM-систему и ведут свой бизнес в блокнот. Хорошо. Тогда вопрос такой. Есть ли у вас примеры, а я подозреваю, что есть, когда внедрение программ учета, скажем, автоматизации бизнеса позволили компании сделать такой быстрый рывок, сильный рывок, вот какие-нибудь, не раскрывая всех деталей, всех секретов, потому что на конференции целый день, в общем-то, будет посвящен как раз автоматизации бизнеса. Вот какие-нибудь есть примеры, которые вы могли бы сказать, да, вот компания внедрила и получила такие-таки-таки результаты. Можно без названия конкретных компаний, но вот хотя бы понимание. Хорошо. Хочу вот про такие секреты рассказать. Это вот использование презентации, я уже сказала, после внедрения в компанию автоматизированной системы по построению, формированию презентации, которая позволила по одному клику формировать по нескольким объектам сразу презентацию. Компанию возросло количество продаж за 5 месяцев на 20%, и компания сократила в штате одного сотрудника, который занимался презентациями и дополнительными рекламными услугами. Почему сократила? Потому что автоматизированные инструменты позволяют делать презентации и плюс рассылки автоматически, что уже не нужно делать вручную, составлять письма. Вот такая статистика, есть такой пример. Плюс компания за год после внедрения CRM-системы с помощью введения клиентской базы и постоянная точечная работа с клиентами увеличила свою клиентскую базу в 3 раза за счет рекомендаций. Вот в течение года компания вела работу со своими клиентами и отправляла им возглавление, отправляла им различные рассылки информационные, и с помощью рекомендаций увеличили клиентскую базу в 3 раза и увеличили продажи на 15% после 3 месяцев внедрения системы. Хорошо, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А вот вчера буквально я готовил видео, вот сейчас параллельно залил его, сегодня отправил подписчикам, как раз про e-mail маркетинг. Вообще, сколько компаний, по вашим ощущениям, по вашей статистике, используют электронную почту для не просто, что скинуть квартиры, которые хотим продать, а для выстраивания отношений с клиентами. Скажем так, что письмо, которое приходит вовремя, в нужное время, в нужный момент, то есть выстраивается некий, ну, такой комплексный подход, скажем, e-mail маркетинга, который встроен в комплекс мероприятий и компаний по взаимодействию с клиентами. Вот как вы считаете? Вы знаете, к сожалению, e-mail маркетинг, если используется вот в маленьком процентном соотношении во нескольких недвижимости, то он используется некачественно. Почему? Потому что это больше похоже на какой-то спам, через запятую в строке получателя, куча e-mail, что является давно дурным тоном, мувитоном, и я об этом не раз уже говорила на своих выступлениях. Плюс e-mail маркетинг используется как какая-то рассылка информации, не всегда нужная получателя. Почему? Потому что нет сегментации, нет выявления интереса, кому какой e-mail отправить. То есть вроде используется, но используется в некачестве. И все равно в маленьком проценте. Хорошо. Тогда вот у меня еще один момент. Как вы считаете? Вот сейчас опять же всех секретов не раскрываем. Я еще раз напомню слушателям, что у нас будет один из дней нашей конференции будет посвящен как раз автоматизации бизнеса. То есть один день у нас будет маркетинг, два дня это работа с клиентами, один день это решение кадрового вопроса, и один день это автоматизация бизнеса. И вот в этот день будет сразу несколько представителей компаний, которые мы специально сделали так, что в один день каждый сможет показать свои варианты решения этих вопросов. Как вы считаете, какие самые сильные стороны у тех решений, которые вы предлагаете? Ну хотя бы буквально не раскрывая всех секретов, но хотя бы две-три ключевые выгоды для агентств недвижимости. Я считаю, что ключевая выгода решений, которые мы предлагаем, это индивидуальный подход к каждому агентству. То есть я не стараюсь продать какого-то коробочного решения. В каждом агентстве есть свои бизнес-процессы. Хотя я и слышу из внедрения во внедрение, что у нас стандартные бизнес-процессы в агентстве. Вот вы сейчас доработаете систему для нас, и потом сможете внедрять в каждое агентство. Хочу заявить сразу, это мини. Каждое агентство – это живой организм, у каждого свои процессы. И одно из преимуществ нашей компании по внедрению в CRM-системы, я все-таки считаю, что это индивидуальный подход. Это настройка тех функций CRM-системы под бизнес-процессы агентства. Плюс это обучение пользователя. Мы всех сотрудников обучаем по группам. И еще одно из преимуществ – это уже довольно-таки богатый функционал целью системы, которые у нас есть. Такая система на рынке живет уже более трех лет, и она постоянно зарабатывается и обновляется. Вот, наверное, это основные преимущества, которые сейчас есть. Хорошо. Мы тогда… Хотелось бы услышать от вас приглашение на конференцию для наших зрителей, потому что это видео будет размещено на видеоканале, это видео мы разместим в блоге. И мы всех ждем тех, кто… В первую очередь, конечно, это руководители, я считаю, агентства недвижимости, должны посетить этот день, чтобы познакомиться с решениями. Дарья, мы ждем от вас несколько интересных кейсов. Нам хотелось бы, чтобы вы на примерах показали, наглядно уже на слайдах показали, как можно решить тот или иной вопрос, как компании решали те или иные задачи, потому что одно дело – это сухая теория, другое дело – это практика. Одно дело – это смотреть, зайти на сайт и посмотреть скриншоты, как это делается теоретически, другое дело – это посмотреть практически, как встроено в живом организме, в компании, в конкретном агентстве недвижимости. Поэтому сейчас у вас есть возможность пригласить, обратиться напрямую к вашим потенциальным клиентам, пригласить их на конференцию, пригласить как раз на день, который будет посвящен автоматизации бизнеса. И что еще, что я еще не сказал? Дальше вы уже дополните, скажете. Спасибо. Дорогие друзья, руководители агентства недвижимости, собственники, я хочу вас пригласить на нашу конференцию, но для вас есть маленькое задание домашнее. Приходите на конференцию, сформировав цель внедрения ЦРМ-системы. Без цели не приходите, потому что, как я вас спрошу, какая же цель, зачем вам нужна ЦРМ-система? Если вы хотите ее внедрить, потому что это модно, сейчас у всех есть ЦРМ-система, то наша ЦРМ не для вас. У вас должна быть четко сформированная цель, к которой мы будем вместе с вами стремиться. Ставьте цели, и мы будем с вами их достигать. Удачи! Дарья, большое спасибо. Я предлагаю еще под этим видео, а также в блоге, а также в социальных сетях, где мы будем размещать наше интервью, я предлагаю нашим зрителям оставлять комментарии. Возможно, вы сможете написать, мы выложим контакты, и чтобы вы могли Дарье написать, да, там, профили в социальных сетях, вы могли задать вопрос, прокомментировать, чтобы, потому что тема все-таки такая, что в рамках, там, получаса, как каждому спикеру мы предложим, достаточно сложно раскрыть, вот, вообще, все детали, поэтому будет лучше, если вы зададите вопросы заранее, потому что мы уже выложили в группе анонс этого мероприятия, уже получили несколько вопросов, мы их соберем в одном месте и переправим нашим спикерам, которые будут вот эту тему освещать. Так, ну, в общем-то, у нас на сегодня все. Я приглашаю еще раз всех на онлайн-конференцию, приглашаю конкретно тех, кто заинтересован в автоматизации бизнеса, прийти на день, когда мы будем разбирать вот всевозможные CRM-системы. Все, Дарья, большое вам спасибо. Спасибо, до встречи. Все, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»